Эта шахта считалась одной из самых опасных в Союзе. С тех пор ничего не изменилось. С конца 90-х в ее тоннелях лишились жизни более 300 украинских горняков. Многие из них преданы земле у входа в шахту. Здесь проходят одни похороны за другими. Мать, посмотрите. Это мать одного из погибших. Как вы видите, она еще не оправилась от шока. С ней работают психологи. Возможно, это прозвучит бесчувственно, но гибель шахтеров в этих местах не редкость. За годы врачи научились подбирать нужные слова, чтобы помочь людям пережить потерю близкого. Горняки и их родственники, безусловно, знают о рисках профессии, но от этого не легче. Такая трагедия, это, конечно, каждый раз шок для близких, для родных. И к таким вещам невозможно быть подготовленным. И психологи здесь нужны как раз именно в острый период, вот в таком состоянии. Чем быстрее будет оказана психологическая помощь, тем меньше негативных, отсроченных последствий наступает людей. В конце дня даже те, кого трагедия не коснулась напрямую, испытывали полное эмоциональное опустошение. Однако у некоторых повод для радости все же был. Иван – один из шахтеров, пострадавших при взрыве. Хлопок сразу, лампы все потупили. Ну, поразорвало где-ка на гонке, где шнуры. И с собственными усилиями выбрался. Еще в самом начале спасательной операции, горняки сомневались, что кого-то удастся найти живым. Но, несмотря на это, они вызвались помочь. Это наша работа. Понимаете? Это наша работа. Вы поймите, что мы не можем их там оставить. Как бы там ни было, мы их до последнего должны достать. Ивана уже перевели из реанимации в общую палату. Он идет на поправку. Жена всегда рядом. У меня батя шахтер. Дед шахтер был. Батя проходчик, дед гросс. То есть это прям династия шахтеров? Это как обычно в Донбассе основная профессия. То на Донбассе в основном процентов 8 на шахтерах. Может не 8, меньше. Потому как их было много очень. Донбасс – один из мировых лидеров по добыче угля. Даже несмотря на военный конфликт, работа в шахтах продолжается. Я спросил Ивана, сможет ли он после всего, что ему пришлось пережить, снова спуститься под землю. А что дальше? После выздоровления вы бы вернулись в шахту? Нет, честно, я хочу трактористик. Правда. Позже опасенная будет для меня мечтать. Сесть бы на трактор, по чистому воздуху бы помотаться. Научит. Мурат Газдиев, РТ, Донецк, Восточная Украина.